Молния-1 Фирма, заложившая основы практически всех направлений современной космонавтики, известна во всем мире приоритетными достижениями в области освоения космоса. В распоряжении высококвалифицированных специалистов фирмы все оборудование для проектирования, изготовления и испытаний космической техники. Взяв лучшие достижения и высочайшую надежность пилотируемой космической техники, новый проект соединил высокие отработанные технологии и новейшие решения, позволив в короткие сроки приступить к выпуску проектной документации. Удалось внедрить несколько передовых технических идей. Среди них негерметичный корпус, конструкция солнечных батарей с использованием композиционных материалов, двигательная установка с применением электрореактивных двигателей, использование многолучевой антенны и многофункционального цифрового ретранслятора. Продолжение следует... Тепловые трубы в отечественной практике обеспечиваются без применения активной системы терморегулирования. Обращенные в космос плоские внешние поверхности трехслойных панелей отдадут избыточную тепловую энергию, спасая оборудование от перегрева. Благодаря специальной технологии изготовления, эти панели отличаются высокой жесткостью при малой массе. Необходимо обеспечить высокую частоту их поверхност. Тепловые трубы распределят на этих поверхностях выделяемую оборудованием энергию. Потребовалось установить их горизонтально с высокой точностью, взаимно отюстировать, использовать тепловизоры, датчики неразрушающего контроля, чтобы проверить их работу при наземных проверках на испытательном участке сборочного производства завода. Заключенные в едином модуле два никель-водородных аккумулятора созданы на самом современном уровне науки и техники. Они послужат накопителями электроэнергии, получаемой на орбите от солнечных батарей. На участке выведения и на теневых участках орбиты аккумуляторы дадут энергию бортовым потребителям. Управлять ориентацией спутника и положением его на орбите будут газовые двигатели и электрореактивные двигатели с высоким удельным импульсом. В качестве топлива применяется ксенон. Специалистам корпорации «Энергия» удалось создать уникальный комплекс для огневых испытаний таких двигателей и выявления электромагнитных помех. Функционирование такой двигательной установки возможно только при глубоком вакууме, что создает особые трудности при наземной отработке. Поэтому потребовалось испытать герметичность установки в барокамере. Впервые и космическому аппарату в собранном виде предстоит пройти в термобарокамере полномасштабные испытания на работоспособность в условиях, близких к реальным. Все электронные приборы и оборудование спутника должны быть сертифицированы на десятилетний срок работы в специфических условиях геостационарной орбиты, повышенной радиации, статического электричества, работы приборов при пониженном давлении. Для обеспечения этих требований применительно ко всем приборам разработаны специализированные программы испытаний и всестороннего подтверждения надежности. При виброиспытаниях оборудование аппарата подвергается всем эксплуатационным механическим нагрузкам. Климатические испытания показали, материалы и оборудование условия выдержат. Чтобы влияние высокоэнергетических протонов и космических лучей не нарушило работу приборов, не привело к отказам, а накапливаемые воздействия не ограничивали стойкость и ресурс бортовых систем, оборудование подвергли специальному отбору в процессе испытаний. Прошли всестороннюю проверку и отладку процедуры вычислительной машины с помощью бесплатформенной системы управления движением для ориентации системы координат аппарата с точностью не хуже 0,1 градуса на принципе нулевого кинетического момента с использованием данных гироскопического измерителя вектора угловой скорости и оптических датчиков. Проверки на контрольной испытательной станции позволяют электрически смоделировать работу систем и аппарата в целом согласно программе полета. Каждое испытание подтверждает положение программной документации. Приемы, передающие антенная система спутника Ямал, выполнены на основе ряда оригинальных решений. Созданные из углепластика антенны формируют по 9 независимых лучей, охватывающих определенные зоны на земной поверхности. Облучающие устройства связаны с аппаратурой полужесткими гофрированными кабелями. Требуется высокоточная юстировка установки антенн, так что несовпадение лучей приемной и передающей антенн не превышает 0,05 градуса. Углепластиковые панели солнечных батарей с многочисленными фотоэлементами дадут не менее 2200 ватт электроэнергии к концу срока эксплуатации. 1300 ватт из них для питания радиооборудования. От надежности изготовления конструктивных узлов батарей и механизмов их раскрытия зависит будущая работоспособность космического аппарата. Эффективность солнечных батарей проверяется засветкой мощными светильниками. Механизм раскрытия солнечной батареи прошел всесторонние испытания на горизонтальном и вертикальном стендах в сборочном цехе. Специальные испытания по раскрытию батарей проведены и в условиях бара камеры. Виброиспытания отдельных элементов конструкции, корпуса аппарата, панелей солнечных батарей и динамического макета спутника в целом позволили подтвердить правильность разработки конструкции космического аппарата кубической формы, собственные частоты колебаний которого существенно ниже частот привычных для ракетно-космической техники герметичных клепанных конструкций. По результатам испытаний приняты совместные с разработчиками головного обтекателя-носителя «Протон-К» технические решения. Уже изготовлен и прошел электрические испытания разгонный блок для доставки спутников «Ямал» на геостационарную орбиту. Под обтекателем ракеты разместятся сразу два спутника, массой по 1300 килограммов каждой, которые на орбите смогут разойтись в рабочие точки. Для размещения спутников на верхнем торце разгонного блока устанавливается специальная переходная конструкция. Одновременное выведение двух спутников «Ямал» повышает эффективность системы связи. Проделанная корпорация энергии «Работа» создает предпосылки для развития семейства спутников «Ямал-100», «Ямал-200» и так далее, которые смогут занять важное место в федеральной системе связи России. Идея использовать этот космический аппарат пришлась по душе специалистам фирмы Space Systems Laurel, заключивших соглашение о стратегическом партнерстве с РКК «Энергия», концерном «Газпром» и компанией «Газком». И заключительная стадия испытаний космического аппарата — это только начало. Создана основа для развития разнообразных систем на базе новой геостационарной платформы.